Здравствуйте, господа! С вами Аркадий, и сейчас на ютубе затрендилось такое явление, как перерезание ножницами различных карт. А значит, мы попытаемся вновь быть на хайпе и заобзорим еще одну карточную игру. И в этот раз мы коснемся очередного свежайшего проекта под названием Hand of the Gods Smite Tactics. Разработкой игры занимается компания Hi-Rez Studios, которая довольно знаменита своими нишевыми запилами. Я думаю, вы слышали про мобу под названием Smite, которая первой попыталась трансформировать жанр с помощью вида от третьего лица. Наверняка вы натыкались на игру Paladins, вокруг кои так и не утихают споры и по сей день, кто у кого украл идеи? Близзард у Hi-Rez или Hi-Rez у Blizzard? Срач в комментариях приветствуется. Ну а поскольку сейчас даже Valve уже пообещали карточную игру по доте, негоже не попробовать себя и в жанре ККИ. И вот не так давно в открытом бета-тесте и в раннем доступе в стиме появилась игра Hand of the Gods Smite Tactics, сокращенно Хот Гасота, находящаяся, как можно догадаться, из названия в рамках вселенной Smite. Разработчики преподносят игру как смесь ККИ и пошаговых стратегий, то есть такой вот ККИ-пс, причем в пример стратегий приводят XCOM. Но нашему русскому духу больше знакома серия героев меча и магии, так что можно за глаза называть эту игру Hearthstone of Might and Magic 3. Конечно, Hi-Rez в этом деле не совсем первопроходц, ибо была еще такая игра Дуэлист, но вырванные глаза назад не поставить, так что... Так что давайте уже перейдем к самой игре. При регистрации пришлось соврать и поставить галочку, что я старше 13 лет, а при попадании в игру меня долго не отпускало чувство, что я случайно запустил Демон Тулс. Итак, Hand of the Gods напоминаю вам, игра по вселенной Smite, в которой воевать приходилось за различных языческих и политоистических богов греческой, скандинавской, египетской, китайской, индийской, кельтской, мезоамериканской, римской, японской мифологией. Раунд! Собственно, в карточной игре эта традиция продолжается, и на данный момент вам доступно 7 пантеонов со следующими предводителями. Зевс, Ра, Один, Ганеша, Беллона, Нюйва и Ах Пуч! Пуч здоров! Спасибо! Вот так вот боги создают людей, чтобы те потом создавали игры, в которых бы люди управляли богами. Кстати, знаете, как выглядит Smite Tactics с глазами атеиста? Вот так! Ну а мы перемещаемся к геймплею. Итак, вторым отличием ход га от других КГИ является то, что вам больше не нужно задействовать ваше воображение, представляя, как одна карта бьет другую. Вместо этой устаревшей механики на поле боя под ваш контроль выходят трехмерные существа, основной задачей которых является разбить вражеский кристалл, аналог лица. Призываются существа с помощью карт за ману, запас коей увеличивается каждый ход. Ну и карты различных заклинаний никто не отменял. Помимо менеджмента маны, необходимо также планировать и движения ваших юнитов, по аналогии, например, с теми же героями. Сколько клеток им необходимо пройти, кого ударить и так далее. И вокруг подобной механики тоже крутятся свои уникальные карты, которые, скажем, отталкивают существ соперника. Размещать большинство юнитов игра разрешает в районе собственного кристалла, чтобы избиение лица не казалось такой легкой задачей. Правда, и поле боя не такое уж и большое. Чуть ли не пара клеток между кристаллами. Поэтому практически каждое существо в свой ход сможет вдарить по кристаллу, ну если прорвется, конечно. Таким образом, в связи с новым опытом, я предлагаю вам краткий словарь терминов игроков в ход. Клетка. Детский мат. Одолеть противника за 4 хода. Одноклеточная. Игрок, который занимает юнитом лишь одну клетку на поле боя. Тетрадь в линеечку. Выставить юнитов в одну горизонтальную линию. Стволовая клетка. Клетка, на которой находится пушка. Ну, ствол, короче. Грудная клетка. Клетка, на которой размещается существо женского пола. Ну и ключом к успешной победе является четкое понимание того, что нервные клетки не восстанавливаются. Что ж, с базовой механикой все более-менее понятно. Юниты делятся на три основных типа. Ближнего боя, дальнего боя и танки, которые не позволяют атаковать кристалл, пока находятся рядом. Сражения существ аналогичны схожему из героев или других ККИ, когда миньоны размениваются своими параметрами атаки и здоровья в зависимости от положения на поле боя и типа атаки. Теперь немного о пантеонах. У каждого предводителя традиционно есть собственная способность, уникальные механики и адский смех, которым можно бэмить на поле боя бесконечно. Зевс специализируется на бафе своих богов. Один ведет агрессивную игру с помощью чарджей и бафов. Ра занимается лечением существ. Нью-Йва предпочитает считать заклинания. Госпожа Беллона перемещает юнитов по клеткам. Ганеша ставит бафящую статую и, как истинный индуист, реинкарнирует. Ах, Пуч! Активно задействует мертвецов. Колода составляется из 25 карт, из карт пантеона и общих карт, как и везде. А для каждого предводителя существуют дополнительные облики, максимально извращающие его суть. Нет, ладно бог с ним, с Зевсом, который будто снялся в новых парнях турбо. Подумаешь, Беллона с рогами. Но Один, тот самый скандинавский Один, по которому все тащатся, трансформируется в панду-пирата. Комментарии юриста, 148 статья «Оскорбление чувств верующих». Режимы игры тоже довольно классические. Стандартные бои против игроков, рейтинговые сражения, арена с составлением колода из рандомно представленных карт, ну и игра против ботов, обучение. Один не панда! Однако основным недостатком ходка, как по мне, является то, что он на данный момент сырой, как суши. На многих картах стоит отметка о том, что там лишь временное изображение, спецэффекты местами красивые, а местами их нет, надпись о победе или поражении не вызывает никаких эмоций. Баланс карт, к сожалению, оценить крайне сложно на данный момент, да даже в русском описании и в стиме допущена ошибка в разметке. Зато вот паки стоят в пять раз дешевле, чем в Хардстоуне. Содержат по пять карт, в милой сумочке, всё как обычно. Сеттинг прекрасный, я обожаю все эти древнеязыческие штуки, ну и своя фишка также есть. В общем, если делать выводы, то вполне самобытная ккаи, в которую можно уже и сейчас залипнуть, хотя хотелось бы, конечно, чуть более готовый продукт, а то вот сапогом наступил в ходк и промочил ноги. Игра бесплатная в стиме, ссылка на неё лежит в описании, а если хотите принять участие в раздаче бустеров, то есть ещё и вторая ссылка. Да, это новая фишка Орка, метеорологи объявили неделю удвоенных ссылок в описании. А Хайрес, видите, потихонечку превращаются в Близзард. Ккаи есть, моба есть, сетевой аркадный шутер есть. Осталось только стратегию ММО-РПГ и ачивка открыта. Ну а с вами был Аркадий, готовьтесь к череде новых видео, ведь лето позади. Забегайте на стримы на Твиче поболтать, а также вступайте в наш паблик ВКонтакте, но поспешите, пока там ещё лампово. Увидимся совсем скоро, до новых встреч!